Тяжелые времена настали для спорта. Повсюду отменяются крупные соревнования, которые так долго ждали болельщики, готовились к ним и бронировали билеты. Фигурное катание не стало исключением. После отмены мирового первенства в Монреале, в России, хоть и с большим опозданием, но все же отменили все ледовые шоу. В этих условиях Первый канал хотел побаловать зрителей новым сезоном ледникового периода, но похоже, что своим отказом Алина Загитова отменила шоу. Ледниковой период уже давно требовал переформатирования. Артисты и другие представители шоу-бизнеса на льду нынче не в тренде, поэтому по новой задумке партнерами фигуристок-одиночниц должны были стать фигуристы-парники. В этой ситуации как не быть на стороне Алины. Если канал Константина Эрнста выделил для Загитовой 15 минут эфирного времени, то это не значит, что Алина должна соглашаться на все предложения, в том числе и в виде участия в их достаточно длительном шоу, которая отнимет много времени, где раньше катались фигуристы, ушедшие из порта. Алина пока окончательно не попрощалась с фигурным катанием и по-прежнему вселяет надежду в своих болельщиков на возвращение. Кроме Алины, Первый канал пригласил Марию Соцкого и Елизавету Туктамышеву, однако после отказа главной звезды новый проект, скорее всего, не будет осуществлен. Трудно сказать, звал ли Первый канал в свое шоу Адалину Сотникову, но нашей первой олимпийской чемпионки среди одиночниц пока не до этого. Поддавшись панике, Адалина запасается продовольствием, а также товарами первой необходимости и делает это весело с обязательной съемкой для своего инстаграма. Эхо Адалина вот совсем не слушается обнулившегося президента, который попросил граждан не запасаться продуктами впрок, а ведь пару лет назад чуть не вступила в его команду. Было огромное желание, но никто не позвал. Алексею Ягудину 40 лет, не забываем вслед за Татьяной Анатольевной, Тарасовой поздравить олимпийского чемпиона. Хотелось бы пожелать нашему чемпиону отучиться ругаться матом, особенно при детях, а Алексею больше подойдет образ культурного человека. Тренер по фигурному катанию Терри Тутберидзе поделилась советами в связи с пандемией коронавируса. Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврата к привычной жизни. Мир охвачен вирусом и сейчас абсолютно не имеет значения, в какой точке мира ты живешь. Нам нужна некая временная самоизоляция, ношение масок, придерживаться дистанции, если это возможно, и гигиена рук, чтобы вирус прекратил молниеносно географически распространяться. Это несложные требования, но они необходимы. Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребенку. Всем нам желаю здоровья, нашей планете скорейшего выздоровления. Пожалуйста, берегите себя и окружающих, написала Тутберидзе в инстаграме. Маски должны носить все. Здоровый человек может не знать, что он является носителем. Так и распространяется вирус. Город, где ваши действия. Маски и дезинфицирующие средства должны вручаться насильно в достаточном объеме всем, добавила тренер в комментариях. Также фигуристы группы Этери Тутберидзе приостанавливают тренировки в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Сапянина. Указ мэра от 18 марта ограничивает деятельность спортивных организаций города в период 21 марта по 12 апреля из-за пандемии коронавируса. Группа Тутберидзе тренируется на катке отделения «Хрустальный», который входит в структуру Центра спорта и образования «Самбо-70». «Мы временно приостанавливаем спортивную подготовку», согласно указу мэра Москвы 21 марта по 12 апреля, сообщили в пресс-службе «Самбо-70». В группе Тутберидзе занимаются Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие фигуристы. Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову раскритиковали за шуточный ролик о коронавирусе. На видео, опубликованном в Инстаграм, спортсменка открыла дверь на каток ногой. Она подписала пост «Вот для чего нужна растяжка» и добавила эмодзи «Микроба». А следующий будет трогать грязную ручку двери? Девочка думает только о себе, написал один из пользователей соцсети. «Беспардонная была, беспардонная станется. Воспитание хромает», прокомментировал другой юзер. После гневных сообщений олимпийская чемпионка удалила запись и выложила в сторис свою фотографию в медицинской маске и в одноразовых перчатках, подписав «Будьте здоровы». Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек. 84 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 212 тысяч. В России на данный момент выявили 147 случаев заражения. Японцы в очередной раз доказывают право считаться той самой нацией, которая умеет видеть и ценить истинную красоту. Им не важно, какую страну ты представляешь. Если западаешь в сердце, то сразу и безоговорочно. В мире фигурного катания подобное происходит регулярно. Алина Загитова и Евгения Медведева уже давно стали не только российскими достояниями, но и японским. Страня восходящего солнца их считают своими, видя ответную реакцию со стороны девушек. Те не до конца понимают, почему такое отношение именно к ним, но буквально тают, получая тысячи лучей добра в виде сообщений в инстаграме и наблюдая искренне сияющие глаза непосредственно на ледовых аренах. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александр Трусова еще не успели получить такую же всепоглощающую любовь. Однако, кажется, что это дело времени. По крайней мере, у Щербаковой на это есть все шансы. Косторная и Трусова успели однажды проколоться, не до конца прочувствовав ситуацию. Этот инцидент произошел на итоговой пресс-конференции по окончании финала Гран-при 2018-19. Если вкратце, то японский журналист Yahoo News Japan Акико Тамура не понравилось, как Алена и Александра вели себя. Они отвлекались в телефон, на собаку, делали вид, что происходящее их абсолютно не интересует. И только Анна смотрела в глаза представителям СМИ, отвечая на вопросы. Девушкам необходимо понять, что важны даже такие нюансы, потому что от журналистов зависит, в каком свете ты будешь подан в публичное поле. Несмотря на досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса, в Японии не устают поражаться российскими фигуристками. Уже даже зашла речь об Олимпиаде 2022 года. Всевозможные эксперты делают свои прогнозы, и они прогнозы не в пользу японок. Наибольшие шансы взять золото игр в Пекине у подопечных Этери Тутберидзе. И как оказалось, ставка делается не на Косторную, выигравшую все крупные международные турниры в сезоне 2019-20, и даже не на Щербакову с Трусовой. Эксперт сайта News Post 7 Аки Кацутида, специализирующийся на фигурном катании, ставит на Камилу Валиеву, чемпионку мира среди юниоров. При максимальной квоте в три представительницы от страны делаем вывод, что всем россиянкам выступить в Пекине не удастся. А ведь помимо Косторной, Трусовой, Щербаковой и Валиевой есть Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и еще из десяток с той же талантливых пока еще юниорок. Например, Софья Акатьева, выигравшая в среду Спартакиаду России с двумя четверными тулупами и заходом на тройной аксель, пусть и неудачным. Так почему же в Японии ставят именно на Валиеву? Во-первых, у Валиевой невероятный для 13-летней технический уровень. Начинает перечислять Аки Кацутида. Она уже прыгает два четверных прыжка. Во-вторых, она получает надбавки за идеальное прямое вращение во время прыжков, не заваливаясь в стороны. Высота, качество и стабильность исполнения самое главное. Это могут быть не четверные прыжки или тройные аксели. Важно, как именно они выполнены. В-третьих, у нее оригинальные вращения. В-четвертых, безусловно, пластика, сказывающаяся на выразительности катания. Ее тело создано для классического балета. В-пятых, чувство ритма. В-шестых, женственная внешность. Шесть пунктов, которые, по мнению японского эксперта, делают фавориткой Олимпиады в Китае именно Валиеву. Справедливости ради, сложно понять, какому из этих пунктов не соответствует, скажем, Щербакова. Но таково мнение Цутиды. Главное, не стать второй Марин Хонда. 18-летняя чемпионка по юниорам была впереди планеты всей, став чемпионкой мира. Но перейдя на взрослый уровень, не одержала ни одной значимой победы, ограничившись за три сезона лишь успехом на челленджере в Солт-Лейк-Сити. В-праведливости ради, Марин и раньше не баловала болельщиков элементами ультра-Си, побеждая на юниорах с куда более простым контентом. Тройной лутц, каскад тройной сальхов, тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной флип, двойной тулуп, двойной риттбергер, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной тулуп, тройной флип. На чемпионате Японии 2020-го она стала восьмой с таким набором прыжков в произвольной программе. Можно было бы все списать на аварию, в которую фигуристка попала вместе с Кейдзитанакой, но из тех событий прошло два месяца. Просто пропала стабильность. Остается надеяться, что с Валиевой подобного не случится. Тем более команда Тутберидзе заложила такую базу, при которой даже минимальное упрощение программ при пубертате все равно оставит Камилу конкуренткой. Алина Загитова была самой юной участницей победной для себя Олимпиады в Пхенчхане. Те же 15 лет будут и у Валиевой. Японцы видят в этом знак. Хореограф Даниил Глейхенгаус рассказал о работе с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Даниил, в вашей группе много талантливых учеников. Насколько они доверяют тренерам? Могут поделиться какими-то сокровенными вещами? Мы много общаемся с учениками. Не скажу, что в разговорах они рассказывают очень личное. Но чем занимались, что хотят купить, что понравилось, у девочек маникюр, все что угодно. Такие темы обсуждаются без проблем. Смеемся, шутим, выбираем, общаемся, смотрим интернет. Но все это не должно переходить в совсем уж дружеские отношения, потому что иначе нарушится субординация. У спортсмена должно быть ощущение не то чтобы страха, а понимания, что рядом с ним взрослый человек, который всегда поддержит, который знает, что сказать, как помочь, чтобы фигурист стал лучше. Безусловно, от доверия зависит все. Я вообще не вижу смысла кататься у тренера, которому спортсмен не доверяет. Но главное, ученику нельзя врать. Если он что-то сделал плохо, не надо обманывать, говорить, это классно, замечательно. Лучше сразу назвать вещи своими именами, сказать, тебе надо пойти и переделать. Конечно, мы чувствуем свое тело, но со стороны всегда видней. И вот тут как раз и проявляется доверие. Если ты доверяешь словам тренера, и несмотря на свои собственные ощущения, идешь и переделываешь, то тогда складывается правильное отношение между тренером и спортсменом. Даниил, раскройте секрет. В чем успех тренера Этери Тутберидзе? Со стороны она кажется строгой, очень серьезной. А какая в действительности? Но так и должно быть для окружающих. И только близкие знают, какая Этери Георгиевна на самом деле. Все, чего она добилась, результат каждодневного труда. Она начинала, как любой тренер, с нуля. Льда не было, четверть катка. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, Этери Георгиевна безумно любит фигурное катание. И эта любовь, огромное желание реализовать себя, помогли ей прийти, приблизиться к своей цели. Работать таким тренером, значит расти и развиваться. Она живет фигурным катанием, как и мы все. И нам очень хочется вывести наш вид спорта на новый уровень. Этой любовью и своим отношением к делу Тутберидзе и привлекает. Это просто ее жизнь, сказал Глехенгаус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова